Добрый вечер, друзья! Мы продолжаем наблюдать за матчами Кейс Кинг. Кейс Кинг. Ужасный Кейс Кинг. У нас в арене произошел небольшой казус. Мы потеряли интернет, но благо уже сумели его найти. Все окей. Мы можем продолжать наблюдать за всем происходящим на этом чемпионате. Напомню. Точнее не напомню, а просто освежу ваши воспоминания. Мы буквально минут 15-20 назад стали свидетелями первой сенсации в этом игровом дне. Команда Epsilon обыграла американцев из Cloud9. И в данный момент будет сражаться с НИП за проход следующий этап. Это будет уже часть плей-офф, но смогут ли туда пробиться французы еще говорить рано. Ведь американцы не прощаются с этим турниром, они всего лишь попали в нижнюю часть сетки. Дальше все матчи будут в серии BO3. Начиная с этого и все оставшиеся игры в группе будут идти только по формату BO3. Вот как раз таки здесь и всего нам придется показывать, на что они способны. Да и вообще, была ли это какая-то халява или все-таки закономерный результат. Ну, у меня много сомнений по поводу вообще данного матча. Я говорю конкретно про Epsilon против Cloud9. Карта Inferno. На самом деле французы неоднократно наказывали на этой карте команду Hellraiser. Хотя вроде бы HR на тот момент были посильнее, но как обычно, как обычно проиграли. Тем временем пистолетный раунд уже начался. НИП в защите. Французы будут атаковать. Ну и смотрим внимательно за всем происходящим на карте. Пока вырисовывается какая-то атака 2-2-1. Два игрока сквозь темную занимали миду. Также через Тэшку двое из французов проверяло всевозможные поджимы от команды НИП. Ну и пока остановили. Захолодились французы, никуда не торопятся. Но есть первый минус от Гитрайта. Поджим зигзага и в Тэшке находит голову. В голову никого попало. А того самого Узи, который сыграл, скажем так, не совсем внимательно. Итак, скрим. Выход миду, отличный хэдшот. Гзист падает. Ну знаете, французы, несмотря на вот все, что происходит с их составом, даже после матча с командой Клауд Найн, есть изменения. Нарисовался какой-то Фишер. До этого, если не ошибаюсь, у нас был GMX. GMX Узи, скрим, бестафлай. И кто-то, кто-то еще был пятый. Ну вот, этот кто-то куда-то пропал. Вместо него в данный момент играет Фишер. Тем временем Фрайберг спокойно расправляется вместе с Форестом при заходе команды Epsilon на базу B. Ну и тем самым оформляет взятый пистолетный раунд. Ним сегодня уже играли на втором Дедасте. В этом матче они просто разгромили команду Planet K Dynamics. Ну и заслуженно оказались, можно так сказать, в финале верхней сетки. Да, тут, в принципе, интересное начало. Ну и смотрим, что вообще за вот тело под ником Фишер. Фишер покупает дигл. Фишер покупает тяжелый армор. Фишер хвастается отличным ножом. Ну и смотрим, что же будет делать Фишер дальше. Это, конечно, все хорошо, но вот фраг бы Фишеру не помешал. Но для него были проблемы у Найпи. Ну, каким-то чудом Гзист и Гетрайт умели... Ум... Сумели скрыться. Остались при этом оба красные. 18-13% здоровья. Действительно, это могут быть проблемы у Найпи. Красный остается Фрайберка. А вот это уже интересно. 4 в 5 ситуация. Но 3 красных игрока команды НИП. Да, французы... Французы хотят взять ЭКО в ответ. Дадут ли это сделать? Найпи. Вот в чем вопрос. Экзем. Его Максим. Ну, вот как раз таки здесь. Экзем не показал свой максимум. И уже в численном преимуществе. Французская команда. 3 в 4 ситуация. 2 красных шведа. И... Эпсилон серьезно настроен взять этот экономический раунд у своих соперников. Посмотрим, чем же все это закончится. Фишер уже попадает в пулю по Форесту. Никуда не торопятся французы. Время играет на них. Они просто выдерживают грамотную паузу. Позиционка от GMX. Забрал Фореста. Кзист и Фрайберг. Ну, пойдут до конца парни. Непонятно, правда, зачем. Ну... Что могу сказать? Ну... Повторение матча против Квадд Найн. Неужели мы увидим очередную сенсацию? И Эпсилон смогут обыграть вдобавок шведских НИПов. Да. Вот так денек у нас сегодня задался. Вообще, Кейс Кинг непонятный турнир. На самом деле, достаточно хороший призовой фонд. Как за... Я не знаю, по идее он идет дня 4-5. То есть, за 5 дней разыграть призовой фонд размером 7,5 тысяч долларов. В принципе, даже очень неплохо. Но! В преддверии DreamHack'а, я уверен, команды не будут раскрываться на максимум. Ну, по крайней мере, такие команды, как Клауд Найн. Такие команды, как НИП. Поэтому стоит быть здесь очень аккуратными в подборе ставок на все эти матчи. Потому что вот даже... Ну, вот за счет не такого большого призового фонда могут команды себе позволить играть в полноги. Могут расслабиться. Могут где-то не доиграть. Очень важный момент. И в итоге все это вливается в неприятные для вас новости. Так что, друзья, не торопитесь ставить на матчи Кейс Кинг. Просто присмотритесь к командам. Оцените действительно желание ваших фаворитов играть на этом турнире. И дальше уже делайте какие-то обдуманные ставки. Ладно, тем временем уже у Эпсилон проблемы на эко. Гитрайт пытается не запустить фронтузов на базу. Фрайберг это, кстати, делает. Ну, вот дальше ворвался на краже с Брил Фишера. В итоге один Форест против красного Узи. Ну, единственное преимущество француза это отсутствие девайса у шведа. Форест играет с огнем. Ну, вот благодаря X-Ray мы с вами-то видели, где находится Узи. А Форест этого не заметил. 13 секунд в распоряжении Узи. Бомбу надо ставить. Форест это прекрасно понимает. Топает на зигзаге. Но Узи не повелся на такую провокацию от шведов. А вот что будет дальше. Оба красные. Форест. О-хо-хо-хо-хо. В прыжке просто вот так вот нагло забирает Узи. И берет такой раунд в ответ. Ну, что можно сказать. Это шведы. Это НИП. Здесь такой простой каточки, как в матче против Клауд Найн, не будет. Не знаю, что вообще произошло с американцами. Вроде бы парни находятся на буткемпе. Должны быть в оптимальных кондициях. Но все, что мы увидели на карте Инферно, ну, говорит нам как минимум о противоположном. Эпсилон, которые вообще, я не знаю, вот они в разбитом состоянии у разбитого корыта. Пытаются хоть как-то склеить достойный состав. Ну, взяли вот так вот на ровном месте обыграли полноценную команду. Которая приехала из Америки, потратила кучу бабок, живет уже неделю в Швеции. Кайфует, шикует. Но играть-то когда будем? Пока непонятно. Так, что у французов? Закупочки нет, просто пистолеты, только Узи есть. Легкий армор. Ну, и давайте смотреть за этим героем. Или все-таки за Гзистом. Там у Гзиста сейчас такое начинается. Просто экшен. Экшен на длине. Гзист. Есть первый минус. Забрал Фишера. Стенды на команды Эпсилон. Ну, дальше с Гитрайтом, перекрестный огонь. Все, спокойно Гзист. Громит, бомбит и крушит команду Эпсилон. Так, что у нас, кстати, по картам? Если не ошибаюсь, вот точно помню, что третья карта будет Оверпасс. А вторая, вторая. Сейчас я вам, друзья, скажу, что же это будет. Это будет, это будет, это будет кэш. Ну, все мы прекрасно знаем, что абсолютно все. Ну, вот три французские команды, как в DLC, так и Титан, так и Эпсилон, считают карту кэш своей игровой. В принципе, шведы точно так же играют ее хорошо. Так что здесь может быть интересная зарубка, но у нас уже есть, что обговорить в этом раунде. Потеряли Эпсилон GMX. Заметьте, вот заезженная 2D-шечка от NIP. И вот знаете, в преддверии такого турнира, как DreamHack, вот уже Эпсилон делают выводы. Под флешечку четко пытались отчекать шведов, но Фрайберг и его стрельба на высоте. Не дали выйти французу, не дали сделать достойного разменом. Размен один в один и по-прежнему NIP в численном большинстве. Ну, чем ответят французы? Есть АВП у УЗИ вообще? УЗИ-снайпер? Ну, у меня в голове это не вкладывается. Такой же снайпер есть и у NIP. Смотрим, кто кого, кто круче, Экзем или УЗИ. Ну, вот такую дуэль Экзем выиграл. Причем выиграл без особых напрягов. 35 секунд до конца этого раунда. Бистов Флай и Фишер. Кстати, два стенды на команде Эпсилон. Ну, вот на своих плечах постараются вытащить этот раунд для Эпсилон. С каждой секунды я сомневаюсь все больше и больше, но Экзем... Нет, Экзем не здесь. А кто же вообще у нас остался на... Ага, коварные шведы. 15 секунд до конца. Дают полностью абазу. Фрайберг играет на чек. Неплохо попадает по Бистов Флайу. Или это был Фишер? Фишер. Кто кого? Экзем. Есть минус. Один Фишер против четверых. И Майкель оформляет. Отличнейшее выбивание зигзага. Два минуса с АВП и четвертый раунд для NIP. Ну вот теперь Экзем... Давайте, наверное, за ним смотреть. Действительно, нам очень интересно, как этот парень вольется в столь звездную команду. Сможет ли он оправдать надежды своих новых тиммейтов. Да и вообще, топ его или это снайпер? Ведь брали Экзема именно на роль снайпера, которого так не хватало в NIP. Лично у меня, еще раз повторюсь, большие сомнения. Ну вот что Экзем заиграет действительно как тот самый необходимый пятый игрок команды NIP. Вообще, ожидал я увидеть здесь зарубу Cloud9 против NIP. Но то, что сделали Cloud9 в своем полуфинальном матче, ну... Как минимум, можно назвать сливом. Ну да ладно. Все это догадки теории. Не знаю вообще, что себе думает Cloud9, что у них на уме, важен ли им этот турнир. Но сыграли против Epsilon действительно отвратительно. Тем временем, экраунд. Выход Epsilon в виду, пока шведы, ну, никуда не запуская французов, спокойно разбирают их по одному. А вот здесь ошибочка от Фореста. Подарил девайс, но Фрайберг должен справлять ошибку тиммейта. Спокойно расправляется с Бист оф Лайм. Один скрим против троих. Бомба на базе B. 50 секунд есть у скрима. Ну, ситуация, конечно, в которой скриму не позаведуешь. Тем более, только что спалился, натопал под флешечку, выпад в экзиста и... И какой-то... Это у нас пятый раунд в копилку NIP. Кстати, третья карта, еще раз повторюсь, если понадобится, это будет оверпасс. Но, на самом деле, друзья, у меня очень большие сомнения. Ну, вот если Клоуда каким-то чудовищным образом допустили эту ошибку, то они не пропустят финал в суперфинал. Напомню, победитель этой пары обеспечивает себе выход в стадию плей-офф с первого места группы А. Ну, а вот проигравший еще будет сражаться за вторую квоту. Тем временем, на длине экзем уже открывает счет фрагом под сжим. Фишер не оправдал надежд команды Эпсилон и погибает, не сделав ни минуса. Кстати, что там по статистике у Фишера? 1-1-7, один фраг, один ассист и семь смертей. Да, действительно, все очень-очень пока плохо. Но это только начало. Даже до экватора первой половины мы не добрались. Но вот-вот это все дело произойдет. Так, что там часть твича говорят, что оверпасса не будет? Да, действительно, я с тобой соглашусь. Если в том же духе будут действовать NIP, то до оверпасса Эпсилоны не дотянут. Все закончится для них на кэше. Ну, на самом деле еще есть, что сказать французам на втором дедасте. Но мы с этим пытаемся смотреть. По-прежнему, в общем, он действует как какой-то микс по одному на все позиции. Экзем. Ой-ой-ой-ой. Дважды мажет. Что там Фрайберг? А вот нет, это гитрайт. Просто пришел спреем. Одним спреем забрал двоих французов. Успокоил своих тиммейтов. Говорит, ребята, не переживайте. Подстраховал снайпера, все окей. 6-1. 6-1. Ну вот теперь настал черед французов. Показать, что не просто так. Показались. На месте команды Cloud9. Так, что там у неплохо? Опять-таки же поджим длины. Смотрим, как на этот раз. Будет действовать Экзем. Вставляет дымок к гитрайту и вставляет его самого. Да, но что-то пока... Пока эпсилоны пытаются действовать через мидл. Но здесь укрепление у шведов покажу на карте. Раз, два и три. Три игрока, которые за считанные секунды окажутся на помощи у своих тиммейтов. Так что при выходе в мидл французам будет ой как непросто. Попытались расшевелить мидл, но, но, но. Опять-таки же Экзем. Вот кто нам интересен больше всего. Этот парень с ВП должен в данный момент показывать весь свой потенциал. Снайперский потенциал. Ведь, еще раз повторюсь, брали его именно на эту роль. Как с ней будет справляться? Ну, остается пока только догадываться. Итак, Экзем. Ну, вот если так выходить... Ну, и так, Экзем умудряется промазать дважды. В третьей попытке все-таки забирает Узи. Экзем. Второй минус. Вау. Но это скрим. Это был скрим. Ладно, списываем на невероятный хэдшот от скрима. Этот парень может, когда хочет. Скрим с Фрайбергом не справляется. Ну, и тут как тут. Молниеносное выбивание от NIP 7.1. Ну, единственная приятная новость для команды Эпсилон. Это установленная бомба. На больше французов не хватило. Это очень печально. Просто ужасно. Майкель, а ну-ка покажи на этот раз, как действуют топовые снайперы. Ну, вот нашифровочка под флешку отстрелить кого-то. У французов нет АВП, поэтому сражаться, в принципе, некому. А вот здесь могли возникнуть проблемы у Экзема. Тайминговый выстрел сквозь белые стены, но не попадает. Французы читают, что поджим от снайпера был реален, и надо было действовать очень аккуратно. Так, вот что-то Гитрайту там не имется. Так и хочет зайти в поджим на длину, и, в принципе, к этому есть все предпосылки. У французов никого. На контроле спины Экзем есть минус Медле. Подловил скрима. Выбил из того бомбу. Фантастические скидки пытается оформлять Майкель, но... Пока не особо получается. Так, пропустит бомбу или нет? Экзем, очередной промах. Все окей. Так, а вот здесь будет очень жарко. Не выпустили Экзема. Просто вот попал под какую-то шальную пулю. Тем временем Гитрайт подбирает девайс своего тиммейта. Ну и посмотрим, как Гитрайт будет реализовывать АВП. Собственно, никак. Фрайберг уже пришел на хелпус базы Б. Оформил... Ну, вот я не знаю, что это оформил. Оформил два хедшота для Эпсилон. И пока французы не понимают, как проходить те самые оборонительные редуты шведской команды. Потому что их просто перестреливают. Если в матче с американцами французы шли на стрельбу, не показывали никаких тактик, и американцы не могли справиться с действительно хорошей стрельбой команды Эпсилон, то здесь все наоборот. Шведы просто в частую перестреливают Эпсилон, и тем больше показать нечего. Раундов готовых нет, так как в команде два стендына. О каких на шифровках и тимплее вообще можно говорить? Только за счет личного скилла. Ну вот, который пытается показывать нам сейчас французы, а Фрайберг в одиночку расправляется с командой Эпсилон. Есть четыре минуса, и только GMX удается остановить мощного Фрайберга. Так, что там по позициям GMX? Ну, я не знаю, что он делает. Задача выбить как можно больше девайсов из-за Найпи. Про установку бомбы я, наверное, вообще молчу. Форест, ну, должен заканчивать мучение GMX. Отличный хэдшот, 9-1. НИП в очередной раз доказывает, что полностью контролирует ход этого поединка и не дают ни шансов для французской команды. Так, ну что же, Майкель, на этот раз СВП, агрессия на зигзаге. Вот здесь может быть интересно, но, как видим, три игрока в нижней тэшке. Beast of Fly. Есть минус. Но вот, вот потому, вот только за счет X-Ray было видно, как неуверенно двигался Beast of Fly. Он подошел и понимал, что там где-то может быть снайпер. Но как он его чекал, эти движения, ну, холодец. Просто холодец. Вот каждый раунд для французов начинается в численном меньшинстве. Если так продолжат играть в атаке, то, в принципе, ничего не светит здесь в команде Epsilon. XM прострелом забирает скрим, а скрим пытался дергать своего оппонента XM, а вот это уже было круто. Ну, вот, 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 вот. Все-таки, наверное, именно поэтому брали XM в состав. Вот теперь показал, ну, вот то, что я хотел увидеть. Потому что в матче против Planet K Dynamics XM сыграл, мягко скажем, необразцово. А вот здесь я уже вижу действительно действительно хорошую стрельбу с ВП. Еще раз напомню, вот я не знаю, с какого момента XM начали считать снайпером, но самый яркий и жесткий момент, который я видел в его исполнении, это был трейн против Virtus.pro. И на трейне действительно XM божил. Он своел кураж, он громил поляков как хотел. Он, можно сказать, переиграл их в одиночку. Но потом не особо часто появлялся снайперский девайс в его руках, а даже когда появлялся, то максимум, что делал это какую-то парочку минусов. На больше его не хватало. Ну, а в принципе, вот, предыдущий раунд доказал, что у XM, у XM и есть задатки действительно хорошего снайпера. Именно с этим расчетом мы выбрали NIP к себе в команду. Затяжной раунд от французов. Минута времени до конца. По-прежнему никакого экшена на карте не было. На самом деле это успех для команды Epsilon, так как они по-прежнему живы в пятером. Но что будет дальше? Дальше надо показывать какую-то хорошую раскидку. Есть ли такова у французов? Ну, однозначно флешки знают. Но как это все кидать и как грамотно выдвигаться под флешки, Фишер и Beast of Fly, я думаю, не понимают. Итак, выход по зигзагу. Скрим, отличное открытие. Забрал экзема, не дав тому даже выстрелить. Фишер на длине подловил гитрайта. И вот теперь проблема у NIP. На самом деле это просто разовые случаи. 10, 2. Даже если будет счет, если NIP не смогут оформить выбивание, они обязательно попробуют. По-прежнему для шведов все очень хорошо. 10 в защите и это не конец первой половины. Все только, ну, нельзя сказать, что начинается, но все же еще раунды у нас есть. Крим. Ну, этот парень стреляет строго в голову. 85% убийств в первой половине на карте ДАС-2. Скрим сделал в голову. Сколько фрагов всего у Скрима? Сколько фрагов? 7 фрагов. Ну, вот представьте, 6 из них были четко в голову. И только один сделал в тушку. Но Скрим, конечно, красавчик. Еще раз повторюсь, очень, 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 очень жалко мне, что Скрим не попал в состав ни LDLC, ни команды Титана, она довелась играть вот с тем, что осталось после двух, двух командочек. Так, благо смотрю в этот экран и опять у нас перегрелось. Хвата захвата, ну, так, сейчас мы ее, сейчас мы ее пофиксим. О, четко, четко. Так, ну что, в ответ у Эпсилон появляется свой снайпер, GMX берет АВП. На самом деле, уже видели АВП в руках УЗИ, теперь попробует GMX, но на самом деле действительно стоит пробовать, потому что, мне кажется, все-таки GMX будет поинтереснее со снайперской винтовкой в руках, чем его тиммейт УЗИ. Так, а что у нас здесь? Вот так вот, просто без прикрытия, никто не смотрит длину, и Экзем, ну, как-то смело. Гитрайт в такой позиции? Не знаю. Давайте смотреть. Ну, что-то почувствовали, флешку услышал Экзем, есть промах, со второй попытки забирает Беста Флай Экзем, ох, ох, как же Гитрайт вовремя прикрывает Экзем, вот это наглец! Ну, вот за такую наглость ты будешь наказан. УЗИ сбривает моментально Экзема, ну, ситуация-то 2 в 4, GMX и УЗИ против четверых грозных шведов, ну, и проходить по длине за 12 секунд до конца просто не имеет никакого смысла. GMX-а зажимает спину Фрайберг, и серии раундов у французов не получается. Да, да уж, эти, 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 эти французы, такие французы, я вот до сих пор, вот, у меня шок, как они обыграли команду Cloud9. За счет чего? Вот просто ничего не происходило на карте, в атаке заходили куда хотели, ничего не получалось у Cloud9, и, ну, короче, что-то невадное, что-то невадное было в той карточке, но забыли. Смотрим, что будет здесь. Предпоследний раунд первой половины, у французов последняя закупка, проиграв этот раунд, на последний остаются без денег. Соответственно, будут сливать, соответственно, будет 13-2, поэтому надо, надо тащить. Так, неужели мы увидим какую-то сумасшедшую раскидку? Так, первая волна, раскидки не торопятся выходить французы, все четко, заставляют понервничать шведов. А что же будет дальше? Ага, вот так, да? Неплохо. Неплохо вышли. Экзем, по-моему, промазал, да, промазал, гитрай сделал этот минус, 2 в 5 ситуация, Фишер, погибает от рук снайпера команды NIP. Ну вот все-таки снайпер. Ё-моё, я бы вот после этого взял и вышел. Вот так. Стрейф вправо. Одна пуля, стрейф лево. Экзем? Не, не слышал. Да, какая-то вообще изи-каточка получается в этом матче. NIP лидирует со счетом 12-2, у Эпсилон нет денег. Они не добрались до бомбанта, их не пустил туда Экзем. Он не дал им поставить бомбу и не дал заработать бабок на последний раунд. В итоге 5 пистолетов, 2 СЗшки, 2 тегла, первый отлетел. Фишер. Фишер. Просто какой-то Фишер-спунер. Сколько настрелял Фишер? 4-1-14. Бист оф лайт. 3-14-13. Ужасно отыгрывают стендыны против команды NIP. Ну, но, но что поделать? Это шведы. Шведы, которые изголодались по победам, которые хотят покорять новые вершины. И для этого они взяли Экзема. 13-2. 13-2. Ну, вот, знаете, очень похож матч Носорубу против Planet K Dynamics, в котором NIP выиграли со счетом 16-5. Да уж. Даже уже страшно становится, что будет на карте кэш. Если Эпсилон проиграют сайдпик, то этим ребятам не поздоровится. Так, а вот здесь проблемки у шведов. Выход на базу боя. Фрайберг заходит в спину. Фрайберг не спешит убивать. Фрайберг. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, вот, затянул Фрайберг, если бы забрал в окне игрока защиты, ну, вот, на один минус на бэпленте было бы меньше. А Фрайберг уже бы разбирался. 13-3. Пистолеточка проиграна без шансов. Ну, вот, угадали с направлением атаки Эпсилон, сконцентрировали свое внимание на базе боя, и это сработало. Это сработало на ура. Шведы в ответочку закупаются. 5 арморов, 5 пистолетов, 3 ЦЗ, 2 П-250 через миду, вот так вот небрежно пытаются играть НИП. Так, ну, Экзем так-то играется. Как-никак против него скрим. Так, по поводу дебюта Экзема, друзья, он состоялся в предыдущем матче. Официально первая игра была сыграна против Пуэнет Кей Дайнэмикс. Ну, нельзя сказать, что там что-то не так делал Экзем, просто, ну, сыграл не на свой макс. Вот если попадал точно так же, как против Эпсилон, счет бы был 16-0 в первом матче НИП. Тем временем, уже проблемы у французов после взятого пистолетного. На Эко ошибаются. Запуска... Ой-ой-ой-ой, три красных игрока команды Эпсилон, Фишер, один против троих и уже вынужден бежать на сейв. Ну, что ж такое. Камбэка не будет в этом матче. По крайней мере, на карте Дэдас 2. И Фишер в попытках сохранить свой девайс. Смотрим на карту, дадут ли это сделать НИП. По всей видимости, дадут. Да, слишком далеко бежал Фишер. Ну, вот. Вот у парня хорошо получается сэвить. Неплохо усилились. Так, 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 так. Поглядываю, что там пишут чати Твича. Симпл даже не был главным снайпером в команде Агейминг. Да, действительно, эту роль исполняет Киберфокус, а Симпл был на подстраховке. Если надо было, он мог взять. Да, тут согласен. Вот, с Экземом, наверное, очень похожий пример, потому что как Экзем в своих предыдущих командах не использовал, ну, использовал, но не с той частотой, которую это делают топовые снайперы, он покупал АВП по возможности, когда, ну, на это действительно надо было сделать. Во всех остальных случаях он доверял тиммейтам, и, ну, вот, конечно, если ты играешь с таким человеком, как Дулпан, как ты можешь отобрать у него АВП? Это просто нереально. Это просто нереально. Кународ, всем, кто только присоединился к нашей трансляции, все просто супер. После проблем в арене с интернетом мы наконец-то можем продолжать наблюдать за матчами Кейс Кинг и получать от них истинное удовольствие. Пока шведы действительно нас радуют. Чего не скажешь о команде Эпсилон? Так, чё Дельпана не взяли? Дельпана не взяли, потому что старичок уже слишком, слишком долго играет Дулпан, и Ниппан нужна была действительно какая-то новая, свежая кровь, которая, которая даст второе дыхание, NIP, которая откроет новые, новые, я не знаю, новые возможности для шведов. Так, тем временем выход на Б, вот такая вот легкая, непринужденная аркада на Б-плент, два безответных минуса, и это безупречная реализация первого матч-поинта. И вот теперь у меня еще больше вопросов по поводу матча Эпсилон против Клоуд-9. Что же все-таки там происходило? Фрайберг уже на нож пытался посадить GMX, GMX достойно ответил, но последний фраг за Гзистом. 16-3, изи-каточка на втором Дедасте, дальше кэш, скорее всего это выбор французской команды, ну и мы с удовольствием за ним посмотрим. Небольшая музыкальная пауза, после которой мы обязательно вернемся. Никуда не разбегайтесь, музычка! ПОТРИГУЮЩИЯ ПОТРИГУЮЩИЯ